Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Саша, расскажи, пожалуйста, коротко, как ты начинал заниматься футболом и в таком возрасте отправился в Москву? Начинал заниматься футболом здесь, в Воронеже. Где-то лет 10 мне, наверное, было. Играл в одной из школ, академии, не знаю, как сказать, тоже, по детям. В детской школе, наверное, правильно будет. И в 13-14 лет переехал в Москву. То есть ты довольно поздно начал заниматься футболом, 10 лет. Сейчас, знаешь, уже кто-то в 3-4 года. Я просто изначально начал заниматься теннисом, вот как раз здесь, рядом. Потом 10 лет перешел в футбольную секцию и начало получаться, наверное, лучше, чем получалось с теннисом. Теперь ты вернулся в Воронеж. Есть ли вообще ощущение, что ты дома? И остается ли что-то, что тебя связывает с нашим городом? Ну, конечно, есть ощущение, что я дома, потому что там все каникулы, отпуска, я обязательно приезжаю в Воронеж. У меня здесь много родственников. То есть навещаю, отдыхаю тоже здесь. Поэтому, безусловно, можно сказать, что я вернулся домой, наверное. Насколько следил за факелом в минувшем сезоне? И насколько тебя впечатлила концовка чемпионата, когда вот эта победная серия и клуб стремительно поднялся, наверное? Ну, как бы, прям, чтобы целенаправленно следить за факелом, может быть, нет. Потому что все-таки я как бы играл в другой команде. И там, хочешь не хочешь, но у тебя мысли все равно о команде, в которой ты играешь. Но я следил, видел, там, переживал за факел в стыках. То есть, как бы, был в курсе всех событий. Есть ли особенная мотивация в связи с тем, что ты в Воронеже добиться результатов именно в этом клубе? Конечно, есть мотивация. И, наверное, от этого, от того, что я приехал играть в родной город, наверное, еще чуть-чуть больше ответственности, может быть, на мне лежит. Потому что вернулся в свой регион, там, чтобы радовать болельщиков, чтобы приносить пользу команде. У тебя серьезные конкуренты, которые уже знакомы с требованиями тренера. Понимаешь, что придется адаптироваться к новому коллективу, к новым требованиям, и на фоне этого бороться за место в стартом составе. Как вообще конкуренцию воспринимаешь? Ты адекватно все воспринимаю. Это часть, наверное, нашей профессии футбольной, что во всех командах на позицию там по два, по три человека, и ты будешь играть только, если ты там лучше своего конкурента. И адекватно к этому отношусь, готов конкурировать с парнями. В плане адаптации в команде вообще никаких проблем нет. Вот я сегодня, там, второй день в команде, и уже чувствую себя, как будто в команде не первый день, в общем. Не так мало времени. Мало времени провел от ощущения, что уже как бы влился в команду почти. А есть какое-то предвкушение того, как ты выйдешь на центральный стадион профсоюзов при таком стечении публики, при такой громогласной поддержке? Ну, честно, как бы не думал об этом еще. Но я же выходил уже в матч против «Факела». Ну, не знаю, думаю, что, наверное, в матче за «Факела» это немного другие ощущения. Поэтому дождемся начала сезона, посмотрим. Продолжение следует...